На минувшей неделе в районе улицы Суворова было совершено жестокое преступление. Мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. События разворачивались в девятом часу вечера. Детвора каталась на санках на только что построенной горке. Одна из девочек отделилась от группы и собралась уже уходить домой. В этот момент мужчина подошел к ней и предложил покататься на другой горке. Наивный ребенок поверил и согласился. Мужчина отвел девочку недалеко от горки, где стояли заброшенные строения. Там он и надругался над ней, после чего покинул место преступления, оставив плачущего ребенка одного. Девочка вся, естественно, в слезах пошла домой, рассказала обо всем этом родителям. После чего, соответственно, и поступил соответствующий сигнал в дежурную часть. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело 24-го же числа по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 131 УК РФ, то есть изнасилование лица недостигшего возраста 14 лет. Девочке также незамедлительно была предоставлена помощь детского психолога, то есть психологическая помощь, оказана медицинская помощь. Со слов девочки составлен фоторобот. Сотрудники полиции устанавливают всех похожих по описанию лиц. Затем включаются в работу следователи. Они допрашивают подозреваемых, берут у них образцы для сравнительного исследования. Говорить о причастности к преступлению того или иного мужчины из числа допрошенных рано, пока не готовы будут генотипоскопические экспертизы. С учетом того, что у нас имеется все-таки фоторобот, составленный со слов девочки, с определенными характерными приметами, в том числе отсутствие одного из верхних зубов, то я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям нашего города с просьбой более активно принять участие, так скажем, в поиске данного лица, помочь правоохранительным органам и сообщать по телефонам, которые указаны в средствах массовой информации, либо в следственное дело, либо в дежурную часть полиции. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи предполагают, что преступление не было заранее спланировано, а носило спонтанный характер. Нет пока каких-то оснований говорить о серийности, но, тем не менее, родители в любом случае обязаны предпринимать определенные меры предосторожности со своими маленькими детьми, то есть в вечернее время, не оставлять их одних на улице, но, я полагаю, это должно делаться в любых ситуациях, вне зависимости от совершения каких-либо преступлений. Следователи уверены, что насильник будет задержан и понесет наказание. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.